Новые перспективы. Какие контракты уже заключил Алтайский край на форуме в Узбекистане? С ветерком в Павловске открыли отремонтированную дорогу. Вклад в будущее. В Нагорном парке появилась Яблоневая аллея. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Сегодня второй день работы алтайской делегации в форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. Накануне нашей компании заключили контракты более чем на миллиард рублей. По самому крупному из них с Алтая будут поставлять крытые вагоны. Об этом с узбекскими коллегами договорилось предприятие Алтайвагон. Оно заключило договор на 650 миллионов рублей на поставку 200 вагонов. Первые 100 в государство Средней Азии отправят до конца этого года. Алтайские вагоны будут использовать для международных перевозок, экспорта из Узбекистана. Крупные контракты заключил еще ряд предприятий края. Вскоре в страну СНГ планируют поставлять продукцию глубокой переработки древесины и пиломатериалов, сельхозтехнику и комплектующие к ней, а также активаторы роста урожайности аграрных культур. Отметим стенд Алтайского края. Площадью больше 100 квадратных метров пользуется большой популярностью у зарубежных партнеров. В экспозиции представлены технологические разработки, а также продукты пищевой и перерабатывающей промышленности. Двухдневный межрегиональный форум проходит в Ташкенте и сегодня завершает свою работу. Дороги Павловского района стали безопаснее. В этом уверены мастера, которые отремонтировали один из важных участков трассы. Заодно переделали дамбу в поселке Комсомольский, где во время серьезного половодия заграждение не справилось с потоком воды. Кирилл Политов прокатился с ветерком по обновленному полотну. Гладкая, ровная поверхность. Несмотря на небольшую протяженность, почти 8 километров, эта дорога одна из самых функциональных в районе. По пути здесь встречается военная часть, несколько поселков, стрелковый клуб и Черемновский сахарный завод. Отсюда приличная нагрузка на старое, теперь новое покрытие. Обещают выдержит. На случай ЧП есть гарантия. 5 лет. Хочу отметить, что на данном участке после выполнения ремонтных работ была проведена диагностика, замерены все основные параметры, оценена ровность по международному индексу ИРИ при требовании значения 2,2. На этом участке мы получили рекордное значение, я бы сказал, от 0,8 до 1,6. Это соответствует оценке отлично. Реконструкция продолжалась около полугода. За это время мастера закатали в асфальт более 50 тысяч квадратов, разлиновали полотно и переделали одну дамбу. Четыре года назад воды было так много, что оказалась затоплена сама трасса. Дорожники решили эту проблему установкой сразу двух труб. Метод на языке профессионалов называется прокол. Горизонтально направленный прокол, то есть на существующей насыпи без разбора ставится установка и вдавливает новую трубу через дорогу именно проколом. То есть не горизонтально направленное бурение, а именно это горизонтально направленный прокол, то есть труба вдавливается. В будущем году запланирован еще один масштабный проект. Это будет реконструкция шоссе «Ленточный бор» в Барнауле. Помимо этого дорожники займутся ремонтом сразу нескольких региональных трасс. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. В Нагорном парке появилась яблоневая аллея. Такой подарок краевой столице сделала сибирская генерирующая компания. Подробнее в следующем сюжете. В пасмурный день и еще теплая почва. В таких условиях сибирская яблоня приживается идеально. Теперь Нагорный парк украшают 30 молодых деревьев. Волонтеры экологического движения «Зеленая дружина» проводят акции по озеленению во всех городах, которые отапливает сибирская генерирующая компания. «Сегодня «Зеленая дружина» группы компании СГК высадила эту замечательную яблоневую аллею. Приоритетом нашей компании является не только согревать города, но также и подготавливать это города к комфортному и приятному проживанию жителей. В этом году очень большое внимание как городская администрация уделяет именно вот этому уголку, чтобы здесь какой-то создать кластер отдыха для горожан. Мы решили тоже принять в этом участие. «Зеленая дружина» СГК – это десятки людей, неравнодушных к своей планете. Каждый желающий может войти в их ряды, присоединиться к озеленению благоустройств города, проводить экологические акции и уроки. В этом году благодаря «Зеленой дружине» СГК по всей Сибири посадили более 18 тысяч деревьев. Молодые саженцы появились в Барнауле, Бийске, Абакане, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Рубцовске. Кстати, экологическое движение «Сибирской генерирующей компании» вошло в число лучших добровольческих инициатив по результатам отбора Министерства экономического развития России. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – все, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, возможен дождь, температура Валейский, Славгород, Заринский и Кулунде около 6 градусов. В Миногорске и Рубцовске до плюс 7. В Барнауле юго-западный порывистый ветер днем до 7 градусов выше 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. А у меня на этом все новости. Хорошего вам настроения и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин